Приветствую вас и симптом, который вы описываете, признаки, которые вы называете в своем сообщении, именуются как проявление бисексуальности. Бисексуальность это когда человек испытывает сексуальное влечение к обоим полам. Это не является отклонением, это нормально. И это не значит, что вы обречены на жизнь без семьи, это не значит, что вы не сможете построить крепкие, долгосрочные, продуктивные отношения. Но, на данный момент, в силу того, что вы молоды, вам всего 19 лет, в силу того, что вы молоды, вас играет кровь и желание попробовать все, что вам хочется. И если вы сейчас будете подавлять свои желания, если вы сейчас не удовлетворите их по сути дела, а не попробуете того, чего вам хочется, то, во-первых, вы не сможете построить нормальные отношения со своим молодым человеком, потому что вам будет казаться, что он не удовлетворяет вас полностью и что вы что-то упускаете. И, в скорой, этот момент, это то, что вы сами не будете полностью удовлетворены. И даже если у вас с вашим мужчиной будут хорошие отношения, если у вас будет брак, семья, дети, то эта неудовлетворенность может влиять на вас и впоследствии стать причиной для возникновения конфликтов, ссор, разногласий, недомолок, недопонимания и прочего. И поэтому, чтобы данного не случилось, лучше всего, если вы откровенно обо всем том, что с вами происходит, расскажете своему мужчине. Если вы ему доверяете, если вы уверены в нем, то вам нужно об этом рассказать. Уверен в какую-то общую компромиссу вы сможете прийти. Потому что в противном случае, понимаете, вы говорите «разобраться в себе». Понимаете, разобраться в себе можно тогда, когда есть какой-то конфликт внутренний, когда есть какое-то внутреннее противоречие. Здесь у вас есть совершенно определенные желания и внешние настройки, которые не позволяют вам эти желания удовлетворить. И если вы будете следовать этим социальным настройкам, а не своим личным желаниям, очень может быть, что возникнет, ну, все то, о чем говорилось в шелпсихоанализе Фрейда. Вот недовлетворенные желания, да, влияют на человека, меняют его поведение, меняют его психику и так далее. Не знаю, хотите ли вы этого для себя, хотите ли вы этого для своего молодого человека, который, уверен, мечтает быть счастливым и мечтает, чтобы были счастливы вы, но есть вещи, которые именно он, как мужчина, дать вам не может, особенно если у вас это желание ярко выражено, реальное, как вы пишете, то здесь важно только быть честным в первую очередь с собой и во вторую очередь с ним и вместе подумать, как можно эту проблему решить. Зависит это от многих факторов, от воспитания вас и его, от взглядов, от ценностей, от моральных убеждений и так далее. Но все это нужно обсуждать и проговаривать. Подавление в себе этого приведет к тому, что вы просто-напросто будете себе вредить. Второе, это будет вред на психологическом уровне, а потом это будет вред на физическом уровне. И я не уверен, что вы этого для себя хотите. Но самое главное, что вам сейчас нужно для себя однозначно понять, это то, что ничего ненормального в том, что вы описываете, нет. Разбираться именно в ваших желаниях, именно в том, чего вы хотите, нет нежды. Это совершенно нормально. Если только у вас не было проблем в личных отношениях, например, с молодыми людьми. То есть вот, иногда бывает так, что женщина тянет к женщине именно по той причине, что мужчина не дает ей всего, что ей нужно, не удовлетворяет ее полностью. И женщина тогда видит источником удовлетворения своих желаний женщину. Если это так, то нужно понять, что именно не дает вам ваш мужчина, и постараться грамотно, спокойно, вежливо, без агрессии не навязывать, а нести до него, что вам это важно и что вам это нужно. Пожалуй, это только единственный вариант, при котором ваша тяга, ваше желание являются не истинными, а вот такими вот, как бы вынужденными. То есть, представьте себе ваше желание, как вода, вот эта вот вода. Вода мягкая, да, вода способна просочиться куда угодно, но воду нельзя сжать. То есть ее мягкость и поддатливость, это весьма обманчивое впечатление от структуры. То есть да, понятно, что воду нельзя, например, удержать, что она не твердая, это понятно. Но, если, например, упасть на воду плашмя, можно, по сути дела, разбиться. Так же, как и об землю, понимаете? И вот этот вот момент, это вот свойство воды не сжиматься, то есть отсутствие возможности воды, то есть трансформироваться, деформироваться под давлением. Это то же самое, что и ваше желание, которое вы можете видоизменить, которым вы можете придать любую форму, но которые вы не сможете поменять, по сути дела, особенно если это идет вот из вашего подсознания. То есть то, чего вам реально хочется. Ну, а что вам делать? Решать, конечно, только вам. На этом все. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!